Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Самуил приходит к его отцу с поручением от Бога помазать царя над Израилем, человека, которого он избрал, Бог замечает, поднимает и призывает людей, о которых никто даже и не думал. Таких, например, как Давид. Итак, Давид помазан на царство, но он же не может быть царем, потому что над Израилем уже есть царь Саул, которого выбрал народ. Саул пал и потерял свое помазание. Он стал царем, терзаемым злым духом, как написано в Библии. Потом происходит нечто особенное. Давид на поле боя идет сразиться с Голиафом, воином огромного роста и силы, державшим армию Израиля в страхе. Давид победил его, и с того времени он стал очень популярным в народе. Это не нравится царю Саулу, который был не так популярен. Но Саул пригласил Давида в свой дворец, чтобы тот играл на музыкальном инструменте и был в его присутствии. Выбрали бы вы Саула как своего личного наставника, как пример, каким надо быть царем. Я уверен, что вы бы выбрали наставника, который молился бы за вас, вдохновлял, проявлял терпение, поддерживал вас, стимулировал вас и работал на ваш успех. Но Давид действует с точностью до наоборот. Перед ним царь, который злится, ревнует и даже пытается убить его. Он никогда не будет вдохновлять Давида. Бог допускает иногда, чтобы рядом с нами находились такие люди. Я слышу, как многие люди жалуются на свое начальство, как плохо с ними обращаются, как много заставляют работать и мало платят. Таких примеров сегодня очень много. Но поставьте себя на место человека, который хочет быть мужем по сердцу Бога. Он проходит определенную жизненную школу, где на учебных скамьях мало учеников, потому что кто бы согласился учиться через страдания, лишения и испытания. Давид, угодный Господу, как раз проходил такую нелегкую школу. Кроме того, царь Саул, уже будучи во грехе, был очень неуравновешен. Он не раз замахивался на Давида копьем. А что бы вы сделали, если бы в вас метнули копьем? Если бы вам причинили боль, вы бы бросили свое копье в ответ? Стали бы защищаться? Обиделись бы? Давид же продолжает петь и славить Бога. Он уверен, что Бог защитит его от злого духа. Он продолжает славить, зная, что в хвале есть сила. И Господь успокаивал одержимого царя Саула, реагируя на хвалу Давида. Позже Давиду пришлось бежать. Он не идет на конфронтацию с Саулом, с которым уже стало невозможно разговаривать. Давид скрывается. В Слове Божьем мы читаем, что Давид долго оставался в этих сложных обстоятельствах. Он страдал. Ему даже приходилось прятаться в пещерах. Он будет там в одиночестве и молчании. Про него все забудут. И именно там он напишет свои самые проникновенные псалмы, которые вы можете сейчас читать в своей Библии. В страданиях и одиночестве формируется характер человека по сердцу Бога. Господь, как наставник, учит его через жизненные трудности. И наступает момент, когда Давид, измотанный скитаниями, взывает к Богу и вопрошает, «Доколе?» Сколько еще это будет продолжаться? Почему Бог не вмешивается? Почему его противник продолжает преследовать его? Почему ничего не происходит, и никто ничего не делает? Это вопросы, которые терзали Давида. Но вот пришел момент, когда у Давида появилась возможность напасть на Саула и убить его. Давид больше не был один. К нему присоединились его соратники и были с ним в той пещере. Они уговаривали его воспользоваться этой возможностью. Это подходящий момент. Бог придает врага твоего в руки твои. У Давида был шанс избавиться от этого злого наставника, который портил ему жизнь. Но он принял другое решение. Его ответ можно прочитать в 24 главе 1 книги царств. Он сказал, «Я не подниму руки моей на помазанника Божьего». Его сердце изменилось. Он сам изменился. Он не поднимет руку на того, кого выбрал Бог. Я заметил одну вещь. Когда служители Божьи, мужчины и женщины, избранные Богом, совершают серьезные ошибки, то люди осуждают их, поднимают на них руку, требуют их смещения и увольнения. Рано или поздно это заканчивается плохо для них самих. В истории Давида, в 24 главе, все толкают его наконец-то положить конец страданиям и убить царя Саула. Но Давид ответил, что не тронет царя. Его жизнь в руках Божьих. В конце концов, Саул погибает на поле боя. Но у Давида нет радости по этому поводу. Итак, что бы я хотел извлечь из этой истории? Бог помещает рядом с нами наставников, людей, у которых есть авторитет, влияние. И иногда это совсем не те люди, которых нам хотелось бы видеть рядом с собой. Нам понравились бы идеальные люди, которые, как я уже говорил, мотивировали бы нас. Но часто мы имеем дело с людьми, которые поступают совсем наоборот. Не забывайте, что Господь царствует, и Он выше любой ситуации. Он изменяет ваше сердце, чтобы преобразовать вашу жизнь через школу страданий и трудностей, дабы вы научились прощаться, не позволять себе обиду и горечь. Вы только выиграете от этой учебы. Вы научитесь, как перестать злиться и огорчаться, Давид хранил свое сердце больше всего хранимого. Для чего он проходил такую сложную школу? Чтобы стать царем лучшим, чем был Саул. Если хотите, чтобы Бог доверил вам власть и высокую позицию, то вам сначала придется пройти Божью школу, чтобы ваше сердце было изменено. Но в противном случае власть, доверенная вам, может испортить вас, и вы можете повернуться против людей, начать мстить и действовать по мирским принципам. Но Господь желает видеть в вас ценности Царства Божьего. И закончить я хочу сегодняшнее послание следующими словами. Не обращайтесь против тех, кто причиняет вам боль. Укрывайтесь в Боге, защитнике вашем. Несмотря ни на что, примите учебу в Божьей школе. И придет время, когда вас узнают все. А вот что я хотел сказать вам сегодня. Да благословит Господь, слушающих Его Слово. Спасибо вам и до скорых встреч.